Музыка Глядя на эти кадры, трудно поверить, что здесь находится уникальное предприятие. Единственный в мире завод, который добывает янтарь промышленным способом. Зато отлично видно, технологии добычи и переработки не менялись как минимум 70 лет. В 90-е Калининградский янтарный комбинат попал, как говорят экономисты, в идеальный шторм, который затянулся на долгие годы. Падение спроса, полный износ основных фондов, долги перед бюджетами всех уровней, кризис неплатежей. Все это едва не привело к банкротству предприятия. Калининградный отрасль развивалась в соседних государствах Польши и Литве, и в Китайской народной республике. А на самой территории России, и в частности Калининградской области, она с таким же скоростью деградировала. Учитывая стратегическую важность янтарной отрасли для страны, в соответствии с поручениями президента России, в 2014 году принято решение о переходе комбината в состав государственной корпорации «Ростех». К этому моменту завод исчерпал запас прочности, заложенный в советское время. На сегодняшний день завершается разработка и утверждение новой долгосрочной стратегии развития комбината, которая предполагает полную его модернизацию с внедрением самых современных технологий и техники, с увеличением объема добычи янтаря-сорца до 500 тонн в год. В рамках этого будет построен новый обогатительно-доводочный комплекс, а также янтарный кластер, где будут расположены перерабатывающие производства и янтарный рабочий поселок. Президентом страны поставлена глобальная задача – навести порядок в отрасли, уделив особое внимание ее декриминализации. Не только сделать янтарный кластер Калининградской области международным центром переработки янтаря, но и занять лидирующее место по прямым продажам продукции за рубеж, минуя посредников. Комбинат впервые провел открытые аукционы по продаже янтаря, разработал совместно с переработчиками и правительством Калининградской области новую, понятную для всех участников рынка торгово-сбытовую политику, организовал на постоянной основе биржевые торги янтарем. Покупатели говорят, что для них это стало настоящим откровением. С принятием торгово-сбытовой политики комбината первый раз за 20 лет у меня появилась возможность планировать янтарный бизнес. До этого момента я никогда не мог никакой вероятности спрогнозировать даже закупку этого сырья. Внедренная система сортировки, которая основана на новом стандарте и классификаторе янтаря, унифицированном в соответствии с международной практикой, позволила гарантировать качество продукции комбината. В соответствии с торгово-сбытовой политикой и поручениями президента России от июля 2016 года проводится работа по организации прямых продаж продукции комбината на экспорт без посредников. Однако все это – только часть новой стратегии развития предприятия. Комбинат – предприятие полного цикла, которое не только добывает солнечный минерал. Дочерняя компания комбината «Янтарный ювелирпром» выпускает готовые изделия, которые реализует через сеть собственных магазинов. В последние годы компания, как ни странно, приносила одни убытки. Ряд экстренных мер позволил вывести обработку янтаря на новый уровень, и «Янтарный ювелирпром» показал прибыль по итогам года. Одной из проблем отрасли, в решении которой участвует Госкорпорация Ростех совместно с комбинатом – декриминализация отрасли. Уже принято решение о лицензировании экспорта, контроле перемещения янтаря внутри стран-членов ЕАЭС, введении административной ответственности за незаконную добычу. В соответствии с поручениями президента ведется работа по усилению контроля и ответственности за незаконную добычу и нелегальный вывоз янтаря в третьи страны. Очевидно, что кардинальные изменения федеральной системы управления янтарным комбинатом, привлечения в отрасль такого сильного партнера, как Госкорпорация Ростех, придали новый импульс развития предприятию. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы вернуть янтарю незаслуженно забытую славу и вывести Россию не только в лидеры добычи, но и производства и экспорта янтарной продукции на мировом рынке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин